Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, он у вас такой достаточно небольшой, вот, поэтому я его, соответственно, прочитаю сейчас. Скажите, пожалуйста, как можно бороться с излишней тревожностью, чувствительностью и эмоциональностью, проявляясь во всем даже на ровном месте? Ну, здесь классический, я бы сказал, классический пример того, как, в общем-то, в первую очередь, вот, отсутствие некоторого разграничения, да, отсутствие некоторой дифференциации может влиять на восприятие. То есть, ситуация здесь такова, как мне, в первую очередь, кажется, что тревожность – это одно, чувствительность – это другое, эмоциональность – это третье. Как бы, эти проявления человеческие, проявления вас в данном случае, они разные, они, может быть, кажется, следствием одного, это, например, чрезвычайная восприимчивость вообще, да, но тревожность, чувствительность, эмоциональность – это все-таки вещи разные. Соответственно, как бы, их вот, как синонимы, да, ну, воспринимать, на мой взгляд, совершенно деструктивно. Это первое, да, второе – бороться, на мой взгляд, бороться ничем не нужно, вот, и у тревожности есть основания, и у чувствительности вашей есть основания, и у эмоциональности есть ваше тоже основание, вот. Зачастую это определенные конфликты внутренние, которые вы, ну, по ряду причин, да, как-то подавляете, по ряду причин как-то отвлекаетесь от этого. И, соответственно, я бы сказал, что это нужно раскрывать, это нужно исследовать, а вам с этим нужно обращаться, учиться обращаться, вот. Когда, если вы научитесь этим обращаться, ну, вот, когда вы увидите, что из себя представляет ваша привоженность, ваша чувствительность, ваша эмоциональность, хотя бы более предметно, да, не так вот обобщенно, как вы сейчас об этом говорите, а более предметно, тогда, на мой взгляд, ситуация начнет меняться, да, по крайней мере, вот, ну, в лучшую, скажем так, сторону. То есть бороться ничем не нужно. Ну, например, в том, что касается тревожности. Это, скажем так, ожидание опасности, да, то есть вы ждете чего-то плохого, вы ожидаете чего-то плохого, вы думаете, что с вами произойдет обязательно что-то плохое, вот, и, соответственно, вопрос возникает, каким образом вы так полагаете, да, то есть в следствии чего, как вы так полагаете. Это очень важный, на мой взгляд, момент, на мой взгляд, как-то к этому приходите. У человека есть много достаточно оснований приходить к такой вот тревожности, да, вот этой недоверие себе. Ну, когда человек, как вы, отрицает свою чувствительность и пытается от нее избавиться, отрицает свою эмоциональность, пытается от нее избавиться, например, потому что привык думать, что это что-то плохое, вот. Например, это наказание, да, то есть как бы, ну, человек за что-то себя винит, соответственно, он себя нагалывает, вот так это проецируется во внешний мир. Ну и, соответственно, это некая скрытая агрессия, то есть это вот такое подспорное, немножко желание, чтобы что-то случилось, чтобы вот, ну, как-то ситуацию разрешил. Вот, то есть, тут много есть оснований, соответственно, нужно разбирать, чтобы вы так обобщили это, я имею в виду, тревожность эмоциональности и чувствительности. И вот скажите, пожалуйста, вы правда считаете, что есть какое-то уникальное, универсальное средство для того, чтобы по мгновению волшебной палочки вернуть вам ваше приемлемое, например, состояние, то есть состояние, которое вы считаете приемлемым. А своё приемлемое состояние, например, вы формируете из своих концепций, то есть своих представлений о себе, которые могут не соответствовать тому, что вы из себя представляете на самом деле. Я бы сказал, что это запрос на психотерапию, вот, запрос на то, чтобы разобраться в себе, чтобы научиться жить, да, и чтобы изменить свою жизнь, но не совсем понятно, хотите вы этого или нет. Как-то так. Что касается чувствительности, например, то чувствительность может повышаться и понижаться, вот, как в виде естественного колебания характеристика человека, так и в виде каких-то событий, вот. Тогда чувствительность является как бы той ценой, которую вы платите за пропуск, например, определенного, ну, определенного конфликта, да, определенной проблемы какой-то. И соответственно, 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 это, на мой взгляд, нельзя игнорировать данный аспект нельзя игнорировать, потому что, ну, это важно, как мне кажется, да. Вот. Но, в целом, нужно выяснить природу чувствительности. Что касается эмоциональности, то эмоциональность проявляется чем больше, чем больше человек пытается сдерживать себя, контролировать, вот. Тревожность с контролем часто могут идти на говногу, и, соответственно, тут тоже нужно смотреть на то, как у вас это связано. Вот. Обратите внимание, вы совершенно не даете никакой конкретики, да, то есть просто на ровном месте тревожность, чувствительность эмоциональности. Ну, вот, откуда вы знаете, что это на ровном месте? Да, в вашу привычную картину мира это может не укладываться. Но это не значит, что это на ровном месте. Это не значит, что это на ровном месте. Это значит, что вы чего-то не замечаете. Вот. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь на разрешение вашей ситуации. Продолжение следует.